Что такое газ в доме без техобслуживания? Это бомба, у которой взведен детонатор. Несколько лет назад Министерство ЖКХ Подмосковья выпустило распоряжение, согласно которому каждый пользователь газового оборудования обязан заключить договор на техобслуживание. Напомним, только в прошлом году газ стал причиной 219 пожаров и взрывов, которые унесли жизни 28 человек. Еще в 2013 году правительство Российской Федерации озаботилось проблемой обслуживания газового оборудования и газовых сетей в многоквартирных жилых домах. Так, в период с 2011 по 2016 год в России произошли порядка 120 взрывов, при которых пострадали и погибли более 500 человек. В чем причина подобных катастроф? Халатность самих жителей многоэтажек, в которых проведен газ? Или же недобросовестная организация, оказывающая услуги в сфере технического диагностирования газового оборудования? Мы спросили гендиректора одной из организаций в области техобслуживания газового хозяйства, как правильно выбрать компанию, которая добросовестно выполнит технические газовые работы. Прежде всего, компания, которая заключает договоры на техническое обслуживание, должна иметь обученный персонал, имеющий стаж работы и также допущен к газоопасным работам. Необходимы лицензии МЧС и желательно, чтобы у нее было разрешение на проведение обследования газопроводов неразрушающими методами контроля. Если у вас в доме газ, необходимо в срочном порядке для начала заключить договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в специализированной компании. Сотрудник газовой организации проведет профилактические работы. После составляется договор. Для удобства жителей его можно заключить посредством публичной оферты через единый платежный документ. Наши сотрудники прошли уже более тысячи квартир. И на сегодняшний день, я сегодня статистику с утра брал, 350 утечек было устранено. Специалисты напоминают, что зачастую сами жильцы не знают, есть ли у них утечка газа или нет. Запах чистого газа не чувствуется. На сегодня по статистике только в городском округе Люберца утечки бытового газа обнаружены в каждой четвертой квартире. Наша съемочная группа совместно со специалистами газовой организации проверили одну из люберецких квартир. Здесь стоит газовый термостат. Поворачиваем на максимум, зажигаем и потом выставляем ту температуру, какую вам требуется для выпечки. То есть выпечка предназначена в основном 180 градусов. Стоим на 180, прогреваем 5-7 минут духовку и после этого термостат начинает работать. Газовое оборудование в этой квартире в хорошем состоянии. Однако специалист уточнил, что желательно поменять кран, примыкающий к плите. Старый уже сам кран по себе. Он в рабочем состоянии, утечки газа нет. При закрытии работает как бы хорошо. Пробковый кран старый. Оплата по договорам может быть единовременной, сразу за год обслуживания или ежемесячной равными частями. Как удобно собственникам или пользователям. В квитанциях будет включена сумма 1215 рублей. Это оплата со техобслуживания за каждый год в течение трех лет. Если плита старше 15 лет, и за три года. Если плита младше этого срока. И помните, с газом шутки плохи. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.